Всем привет! Темой сегодняшнего туториала будет создание кнопочной панели. Вообще, в оригинале я видел эту конструкцию у Ito, правда это не его схема, он в этом признался, автор он не знает, так что будем считать, что я у него это увидел. Покажу я сначала его вариант, потом свой, ну и в конце будет небольшой бонус. Итак, начнем с постройки варианта Ito. Строить я буду один сегмент, потом покажу как все работает в сборе. Итак, поднимаемся на один блок выше, ставим два блока. Здесь у нас идет кнопка, снизу redstone, повторитель, сверху повторитель и красный факел. Далее, напротив нижнего повторителя ставим липкий поршень, на него какой-нибудь блок, разумеется, который проводит сигнал. Затем поднимаемся еще на один блок выше, ставим еще липкий поршень, опять блок и далее отступая на один блок, ставим лампу. Вот так. Этот блок конечно убираем. Здесь нам нужно сделать съем сигнала, ставим еще один повторитель и сигнал у нас будет инвертированный, поэтому нам нужно сделать инверсию. Вот таким образом. Как данная схема работает? Когда мы нажимаем кнопку, у нас поступает сигнал в нижнюю линию, поднимается поршень. Верхняя линия неактивна, за счет того, что факел погасший. То есть поршень вернется в исходное положение. Соответственно, когда вот здесь у нас будет стоять блок, то есть выдвинутая схема, будет гореть лампа. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в сборе. Вот три точно таких же сегмента. Смотрите, мы выбираем, допустим, среднюю кнопку и лампа над ней гаснет. Выбираем крайнюю, лампа гаснет уже над ней. Почему такое происходит? Когда мы нажимаем кнопку, у нас одновременно выдвигаются все поршни, за счет того, что нижние линии у нас соединяются с редстоуном. Но тот поршень, напротив которого была нажата кнопка, вернется в исходное положение. А вот остальные будут запитаны. Как видите, у них факелы не гаснут, поэтому они останутся в выдвинутом положении. И, соответственно, через верхние поршни запитают лампы. На выходе у нас инверсия, поэтому сигнал будет напротив той кнопки, которую мы нажали. В чем я вижу два главных недостатка данной схемы. Она очень компактна, конечно, но, во-первых, у нас текущее положение отмечает погасшие лампы, а не зажженные. И, во-вторых, большое количество лепких поршней. Многие жалуются, что это дефицит, хотя это, на мой взгляд, не такой большой дефицит, но, тем не менее, лепких поршней здесь много. Теперь давайте приступим к моей схеме. Буду расстроить тоже сразу на три сегмента, и она очень похожа на предыдущую. Поднимаемся на блок, выстраиваем по два блока, ставим кнопки, здесь опять же редстоун, а дальше пошли отличия. Опускаемся на блок ниже и также спускаем редстоун вниз. Затем устанавливаем повторители. Вот так. Выше ставим красные факелы. Я зря поставил. Ставим красные факелы с торца, то есть напротив кнопок. Затем блоки устанавливаем вот так над повторителями нижними. На них у нас также идут повторители и один клик задержки. Вообще, они работать могут с задержкой по умолчанию, но лучше поставить один клик, чтобы схема не глючила, то есть задержка должна быть на клик больше, чем внизу. Далее, точно также устанавливаем липкие поршни напротив нижних повторителей, на них блоки, делаем съем сигнала повторителями, вот так, и инверсию, потому что сигнал у нас все равно получается инверсный. Вот так. Затем, нам нужно запитать лампы. Лампы у меня будут стоять непосредственно над кнопками. Для того, чтобы их запитать, нужно провести отсюда сигнал, то есть вертикальные факелы. В принципе, сигнал можно уже даже снимать не с торца, а с них. Допустим, вот так. Тут как вам будет удобнее. Все зависит от той схемы, которую вы используете. Итак, мы поставили вот эти факелы, над ними устанавливаем тоже дорожку из блоков и ведем блоки вот сюда, в эту сторону. Через верхние блоки у нас будет поступать сигнал вот сюда, то есть вот таким образом. Ставим здесь дорожки из повторителей, целиком заполняем, и вот здесь мы ставим полублоки, причем полублоки наверх, для того, чтобы на них можно было поставить повторители. Сделано это для того, чтобы вот эти нижние факелы через вот это пространство не запитывали наши лампы. Ставим повторители здесь и блоки над лампами. Теперь давайте запустим нашу схему. Первый прогон стартовый и, как видите, выбранная кнопка, над ней светится лампа. Вот так. Разумеется, здесь также можно все оформить, скажем, ступеньками, то есть закрыть лишний редстоун вот так, вот так, и у нас получается несколько другая компоновка. Там кнопки в углублении, и текущая кнопка показана погасшей лампой. Здесь лампы прямо над кнопками, и выбранная кнопка отмечается зажженной лампой. Что здесь можно еще сделать? Можно избавиться вот здесь от лишних повторителей, немножко сэкономить. Убираем повторители в шахматном порядке и заменяем их просто на редстоун. Это тоже будет работать. То есть повторителей у нас стало в принципе в два раза меньше. И схема по-прежнему работает, даже быстрее. Ну и теперь, наверное, обещанный бонус. В качестве применения меня часто просят, куда можно применить. Вот, пожалуйста. Здесь моя схема, то есть вот эта компоновка. Только она через один блок идет, как вы видите. Нижняя линия по-прежнему соединена целиком на все поршни. И отсюда с нашей инверсией сигналы идут вниз. Некоторые из вас, наверное, уже догадались, что это. Те, кто не догадался, это автоматический энчантер. Вот у нас помещение. Три кнопки основные. Пожалуйста, нажимаем одну кнопку, выдвигается блок с нашими полками. Вторую кнопку, два блока и третью. Все полки выдвигаются. Здесь 15 полок. Это как раз дает нам возможность полного энчанта в последних версиях Майнкрафта, то есть до 30 уровня. Ну и две симметричные кнопки на белом фоне, это сброс, который убирают все полки. В принципе, без сброса здесь также все работает, как вы можете видеть. Ну, я не буду подробно останавливаться на этой схеме, хотя она получилась достаточно компактной. Тут где-то 7, наверное, на 12 блоков по площади, если вот эти вот уши не считать. Их, кстати, можно убрать и центральные кнопки сброса вывести между вот этими основными. Тогда будет еще уже. Ну и просто здесь запитано вниз подается сигнал на поршни отдельными сегментами. Здесь повторители, чтобы средний сегмент с боковыми не стыковался. Ну, я думаю, если захотите, вы разберетесь. Пожалуй, на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока!